МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кокурова ходят легенды. Рассказывают, что из-за его крутого нрава окружающие страдали не раз. Он уже давно позволяет себе говорить то, что думает, однако при этом всегда думает, что говорит. Я знаю, что вы не очень часто даете интервью. С чем это связано? И вот вы нам сегодня не отказали. Ну, во-первых, я Красноярску люблю, и вообще весь этот регион. Мы только сейчас вернулись из Братска, были в Улан-Удэ, впереди у нас еще Томск. Ну, и вот соседний город с вами. Везде гастроли проходят замечательно. Ну, и вообще... И потом вот этот мороз, по которому мы в столичной соскучились, потому что давно не было 15 градусов, а здесь я гуляю целыми днями. Вот приезжаю в город и сразу и иду по морозу гулять. Просто вот в Братске было 24. Понимаете, это... Я уже соскучился по таким морозам. Это же бред какой-то специально, что надо выезжать на Северное поле, чтобы по морозу ходить. Ничего же этого раньше не было. И в Москве раньше были 30-ти градусные, 35-ти градусные морозы. Куда все это делось? И я, честно говоря, просто скучаю по ним. Ну, не ехать же в Альпы. Я верю, что мой старший сын продолжит род мастеров Страдивари. До этого был я несказанно, удивительно счастлив. Я имел все, то, о чем только может мечтать человек. Сергей Шакуров, пожалуй, был одним из первых советских актеров, кто снялся в одном из первых советских сериалов. Тогда их называли многосерийный телевизионный фильм. В детективе «Визит к Минотавру» по мотивам романа «Братьев Ванеров» артист сыграл сразу двух персонажей – советского следователя и итальянского скрипичного мастера. При этом 45-летнего Шакурова пришлось гримировать под 20-летнего Страдивари. Получается, что вы из немногих артистов, кто снимался в первом сериале давным-давно, «Визит к Минотавру». И вот буквально последняя работа в сериале «Великая». Как за это время изменились наши сериалы? И что для вас сериал, в отличие от фильма, например? Не, ну, изменились конкретно, я бы сказал, глобально. Потому что как-то даже и не очень понимали, что такое сериал. И «Визит к Минотавру» или, как в народе называют, «Скейп Костарьеварь» снималось как настоящий полный метр. То есть как настоящее художественное кино. Каждая серия снималась как настоящее кино. Там не было никаких... Продолжений? Нет, нет, не было ограничений по времени, как сейчас в сериалах. Вот надо обязательно снять за 12 часов съемочного периода в сутки. За 12, может быть, за 14 иногда. Вот столько-столько полезных метров. Ничего этого не было раньше. Снимали как получалось. Вот получается сегодня, сняли. Не получается завтра с ними. Понимаете, не было такой запарки, такого напряга, сжатых сроков. И за камерой никогда не стоял продюсер, который говорил, что мы не успеваем. Давайте быстрее. Все, сняли. Как сняли? Мы не готовы. Плохо было снято. Ничего. Давайте второй дубль сегодня говорят. Никаких второй дублей. Все, время нет. У нас время уходит. Солнце. Это, деньги. Сегодня в таком режиме работает. И, конечно, в результате получается халтура. И каждый день в одних и тех же сериалах одни же те люди, хотя вроде бы артисты одни же те же истории, как две капли, похожие на одну другую. Просто катастрофа. В каждом кого-нибудь придушат, где-нибудь зарежут, приедет скорая, милиционер из сериала в сериал. Ну и между этими две постельные сцены. Все. Ну это же беда. Это же мы вот что делаем. А вы следите за какими-нибудь молодыми актерами, артистами, за работами? Я не только слежу, я еще и помогаю им. Я участвую, допустим, в дипломных спектаклях наших молодых ребят, которые учатся в Авгеке. А сколько же они встречаются от того поколения? На режиссуру. Да, ну сейчас, ну главным образом, конечно, это такая динамика техническая. То есть все опять быстро, все опять сжато. Они схватывают все на лету. Если раньше оператор ходил на солнце, смотрел 25 раз сам, сейчас для этого оператора это уже на небо не смотрят. Есть куча народу, которые занимаются всем. Там пролетел самолет, не пролетел. А раньше режиссер и оператор за всем следили. Мало того, что он с артистами должен поработать, он еще должен смотреть, не карпнул или ворона. Полежи со мною. В Америке вон уже 4 президента сменилось, а ты всю эту лямку тянешь. Ты это не шарли. Сергей Шакуров считается мастером киноперевоплощения. Например, для роли Брежнева артисту только приклеили брови, добавили седины и наложили ватный каркас, чтобы увеличить торс. А общего сходства с генсеком актер добился с помощью таланта. А вы хотели бы сыграть какого-нибудь исторического персонажа с точки зрения его судьбы? Если да, то какого? Да я уже почти всех петровских времен персонажей переиграл. Может, какой-то ближе к вам? Я включаю Сан-Даниловича Меншикова. Я в театре переиграл Гамлетов и Эрдмана, и кого только и не играл. И Сирану Бержерака. Я даже не знаю, кого бы мне хотелось, честно говоря. Мне кажется, что я уже все, что можно, сыграл. Может быть, не сыграл только великих каких-нибудь композиторов, типа Бетховена или Вагнера. Вы довольно часто озвучивали актеров в кино. Других это сложно, играть голосом за персонажей? Ну, озвучивание – это совсем другая сторона актерской деятельности. Есть артисты, которые замечательно это делают. Это когда… Главным образом это объясняется хорошим слухом. А не то, что ты там можешь попасть в артикуляцию чужого артиста. А большая часть, конечно, не умеет это делать, потому что это сопряжено действительно с очень большим напряжением физическим. Ну, и, конечно, нужен просто слух хороший. Я этим владею. А вас не переозвучивали никогда в кино? Меня нет пока. Если только по моей просьбе. Если я не смог вылететь, допустим, раньше в Советском Союзе, надо было бы полететь в Ташкент, к примеру, озвучивать картину, в которой ты снимался. А ты уже занят в Москве и вылететь не можешь. И тогда звонишь продюсеру, говорю, пожалуйста, озвучьте меня кем-нибудь. Ну, сами подберите, да. Вы кого-то зовете? А? Ты что, спросил? Да, я спрашиваю. У вас уже есть собака? Запился. Белая горячка! Горячка белая! Не пился! Не пил! В отличие от этого, своего героя Сергей Шакуров придерживается здорового образа жизни. Он любит плавать, а в детстве получил звание мастера спорта по акробатике. Его отец был известным столичным охотником и держал псарню на 16 собак. Сейчас любимый многими артист, счастливый отец большого семейства. У него третий брак, трое детей и пятеро внуков. Самый младший сын Шакурова родился, когда актеру было уже за 60. Если позвольте, пару вопросов о семье. Вот у многих артистов дети растут за кулисами. Вы берете своего младшего сына с собой. Как сказывается, какие методы воспитания применяете? Насколько полезно, как вы думаете? Ну, с точки зрения познавательной, конечно, полезно. Потом он обезьяничает, естественно. Поскольку у меня есть там несколько таких характерных, смешных ролей. Да и моих партнеров тоже передразнивают. Он не ночует у меня в театре. У него есть чем заняться. У него там два языка. Очень много работы в школе сегодня. Поэтому, когда он хочет поехать ко мне на спектакль, допустим, в пятый раз. Если уроки сделаны и если делать нечего. Конечно, я его беру. Но это только чисто потом, чтобы ему покривляться еще разочек. Нередко можно услышать, что супруги должны отдыхать друг от друга. Работать вместе порой бывает тяжело день это дня. Как вам работает с вашей женой и как удается сохранить ваш союз? Во-первых, у нее другая профессия. Она занимается продюсерством. И поэтому мы не всегда можем быть вместе. Потому что у нее свои дела, у меня свои дела. Но на гастроли, как правило, я ее беру. Потому что она помогает, допустим, в отъезде. Помогает принимающей стороне. Вот в данном случае Евгений Пасечник, который уже принимает нас не первый раз. У нас большая творческая дружба. Поэтому Екатерина с удовольствием поехала со мной по Сибири. Потому что знает, что это Евгений Борисович. С ним очень интересно, приятно. Он всегда делает полные залы. Он в этом плане профессионал. Как говорится, собаку на этом съел. И честный, что очень важно. Принципиально честный человек. И поэтому нам приятно сюда приезжать. А вы часто гастролируете? Я постоянно. У меня каждый месяц какие-нибудь гастроли обязательно в порядке. Личные дела как успеваете делать? Ну, все я успеваю делать. Я в этом плане. У вас день рождения 1 января. Получается ли этот праздник отметить должным образом? Потому что после новогодней ночи, как правило, люди с другим настроением. Как у вас этот день? Мы же теперь люди достаточно гибкие. Я уже много лет, может быть, лет 15 уже, день рождения не справляю в Москве. Я улетаю куда-нибудь подальше из города. Но вообще счастливый день 1 января? Не тяжелый в плане? Не, не тяжелый. Я со своими друзьями улетаю куда-нибудь в теплые края. Перед Новым годом. Заранее, конечно. Я желаю вам удачи. Большое спасибо, что делили нам с ним. На здоровье. А жизнь остается прекрасной всегда. Состарился ты или молод? Но каждой весной меня тянет туда. В Одессу, в мой солнечный город. В Одессу, в мой солнечный город. У Черного моря. У Черного моря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok